Преподобный Серафим Саровский Преподобный Сергий Радонич, как Блаженная Матрона Московская, это один из таких вот именно народных святых, то есть святых, близких простым людям, которые помогают абсолютно во всех нуждах. И вот сразу вспоминаются некоторые случаи из жизни даже близких людей, которые еще не были очень воцерковленными, но в принципе тянулись к Богу и какие-то недуги одолевали. И получалось так, что даже вот кому-то во сне являлся старец, сгорбленный, как потом они видели именно на иконе преподобного Серафима. Это и был он, а до этого они даже никогда и не знали, кто это такой, и не видели. И он произносил очень утешительные слова, или вот угощал, или благословлял в этом таком тонком сонном видении, и человек исцелялся. А потом уже узнавал, что, оказывается, был вот такой вот преподобный Серафим Саровский. Почему сгорбленный? Потому что мы знаем, что был такой момент, когда вот он в лесу в уединении жил, и на него напали разбойники, а преподобный Серафим, он не стал сопротивляться, он явил вот это абсолютное евангельское смирение по образу Христа, хотя он был очень крепок. Да, собственно говоря, и ангелы Божии могли запросто его защитить. Мы знаем, что сама Божия Матерь неоднократно являлась преподобному Серафиму, и Господь его неоднократно хранил. Вот вспомним, как он в семилетнем возрасте падает с колокольни. Там строился храм, это был храм, кстати, преподобного Сергия Радонежского, и там Казанско-Сергиевский стал храм после нового строительства, и отрок, и тогда он еще был Прохор, семилетний, упал, но чудесной Божьей силой он остался жив. Вот мы знаем, что потом он болел, тоже будучи еще маленьким ребенком, уже какой-то другой болезнью, и ему было около десяти лет, и вот ему явилось видение Божьей Матери, и сказал, что скоро его исцелит, а мимо проносили вскоре действительно чудотворный образ знамени Божьей Матери, и мама вынесла своего сына на руках, от этой иконы получилось исцеление. А потом уже мы знаем, когда он, иродиакон, служит в храме, и во время литургии увидел самого Господа Иисуса Христа, вот это созерцание, оно просто было такой невероятной духовной силой, и окружающие замечили, что какое-то видение дано было иродиакону Серафиму. То есть Господь его неоднократно хранил и мог защитить и в тот момент. Но вот преподобный Серафим уступил вот этой вражьей силе, он претерпел эти напасти, страдания, он на всю жизнь остался сгорбленным, зато исподобился особого благословения Божия. И именно он поэтому и понимает нас. То есть сам батюшка Серафим болел, поэтому он понимает больных. А сам батюшка Серафим претерпел какие-то несправедливости, вот эти вот избиения, и он понимает тех, кто терпит и сейчас несправедливости, какие-то притеснения, избиения. Он очень жил бедно, мы знаем, что какое-то время он питался только травою сныть, и поэтому он понимает каждого нуждающегося человека, и всегда он придет на помощь, всегда поможет. Вот лично мне вспоминаются такие тоже удивительные вот случаи, когда преподобный Серафим свидетельствует об истинности православной веры. И вот один из таких случаев запечатлел митрополит Вениамин Фетченков. Митрополит Вениамин лично знал одну семью, он жил в эмиграции в то время, и там вот во Франции, такая историческая область Эльзас, там живут протестанты и католики. Причем религиозных зданий у них одно, и они по очереди совершали службы. И вот одна протестантская семья, как-то они взяли в руки католическую книгу про католического подвижника Франциска Асистского. И эта протестантская семья стала задумываться, а где же, собственно, истинная вера? Вот мы живем в протестантизме, а может быть, у католиков истинная вера? Вообще, где она, истинная христианская вера, если вот столько динаминаций разных? И однажды молодая женщина из этой семьи, она как раз находилась в саду и держала в руках вот эту книгу про Франциска Асистского. И вдруг она погружается в тонкий сон и видит, как к ней идет Франциск Асистский, действительно, а рядом с ним идет какой-то весь сияющий старец. И вот подходят они, и Франциск Асистский говорит, «Ты ищешь истинную церковь, она там, где он». Эта церковь всех поддерживает, а сама ни от кого не просит поддержки. А стоящий рядом старец, он только одобрительно кивает и улыбается. Вот на этом закончилось видение. Но кто этот старец, женщина не знала. Ведь она никогда не видела даже его образа. Только у нее почему-то возникла мысль, что это связано с русской православной церковью. И вот потом у них поселился один работник, который был русским. И как-то случайно эта женщина в его комнатке увидела икону святого и узнала в этом святом, в этой иконе, образ того, кто ей явился. И она спросила, а это кто? Так это же наш русский святой преподобный Серафим Саровский. Вот так эта семья поняла, что истинная церковь — это православная церковь, которой принадлежал преподобный Серафим Саровский. И вот лично для меня именно такие случаи, они особенно показательны. Почему так? Потому что подчас простые люди даже не знают о преподобном Серафиме Саровском. Они даже еще ему не молятся. Но он уже по особому велению Божию является и подсказывает, помогает. И это значит, что действительно преподобный Серафим Саровский, он один из самых таких вот чудных святых, который очень близок к Господу, который прошел на самом деле все ступени монашеской жизни. То есть он жил и в общежительном монастыре. Затем он, уже выйдя из Саровской пустыни, удалился на пять километров в лес, и там он находился в полном таком уединении. То есть это отшельничество, это повторение древнего монашеского жития. И даже дикие звери чувствовали в нем благодать Божию. Вот как в раю животные слушали с Адама, потому что в Адаме обитала благодать Божия, так и в преподобном Серафиме эта благодать Святого Духа, она преображала все, что было вокруг. И к нему приходил медведь, которого батюшка Серафим кормил с собственных рук. А потом он приходит в монастырь, и он уже затворнический образ жизни, он несколько лет находится в затворе. И вот выйдя уже из затвора, он становится всероссийским старцем. А старчество — это особый дар и особое Божие призвание. Это не человеческий навык, это не значит, что вот кто-то духовник долгое время, и он обязательно станет старцем. Нет, это сам Господь призывает таких вот особых людей, и преподобный Серафим, он прозревал сердца приходящих к нему. Он видел волю Божию о человеке. Кому надо, он что-то вот предсказывал, и кому надо, он по Божьей благодатью исцелял, потому что сам старался неуклонно следовать воле Божией. И преподобный Серафим на самом деле, он повторяет для нас подвиг самых древних аскетов, таких как преподобный Антоний Великий, допустим, основатель пустынного жительства. Он наравне с преподобным Сергием Радонежским, преподобному Сергию являлась Божья Матерь, и преподобному Серафиму тоже являлась Божья Матерь, и сказала «сей от рода нашего». То есть это род святых людей. А святые — это кто? Это те люди, которые вот в глубинах сердечных верны Богу. У нас, простых смертных, у нас обычно мысли скачут, рассеиваются, мы то унываем, то озлобляемся, на кого-то раздражаемся, суетимся, куда-то спешим, и время жизни своей тратим впустую. А святые люди, они верны Господу и в мыслях своих, и в глубинах сердечных. То есть души их действительно — это обитель Божия. И самое драгоценное, наверное, вот то, что можно вспомнить из жития преподобного Серафима Саровского, и даже приоткрою секрет, что это вот на моем пути к церкви, когда еще только-только вот начинал я воцерковляться, житие преподобного Серафима — это было первое житие святых, которое я прочитал, но оно просто вот все поменяло. То есть это вот как подлинная жизнь, потому что то, что вокруг видишь, — это не жизнь, где кто-то пьет, где кто-то блудит, непонятно, чем занимаются. Время просто расходуется в никуда, и жизни загублены, а это не жизнь. А вот то, что преподобный Серафим, и при этом его постоянный неунывающий нрав, ведь каждого он встречал со словами «Радость моя, Христос, воскресь!» — вот это настолько запало в душу, что сплошь вот десятилетия прожитые остается как какое-то сокровище внутри, а особенно его беседа о благодати Святого Духа, точнее, о цели христианской жизни. И вот то, что он сказал, что подлинная цель христианской жизни — это стяжание Святого Духа Божия. И вот по свидетельству Матавилова, ученика преподобного Серафима, батюшка Серафим дал его даже наглядно, опытно Матавилову соприкоснуться с этим. И когда Матавилов взглянул уже на преподобного Серафима, то увидел, что благодать Божия в нем так вот проявилась, что Матавилов описывал. Вот представьте солнце, которое блистает, и в центре этого солнца лицо человека, который с вами разговаривает. И вот это и был преподобный Серафим, который сиял благодатью Святого Духа. Эта благодать она и просвещала, и согревала. Было зимнее время, но холода не чувствовалось, не испытывалось ни голод, ни жажда, никакие другие телесные потребности, потому что благодать Святого Духа, когда она осеняет человека, она утоляет все его чувства, и телесные, но прежде всего душевные. Вот тот, кто стяжал Святого Духа, тот на самом деле по-настоящему счастливый человек. И этому учит нас преподобный Серафим Саровский. Вот, конечно, хотелось, может быть, даже на этом закончить нашу беседу, чтобы мы стяжали благодать Святого Духа. И молитвами батюшки Серафима хотя бы, ну, немножко соприкоснулись с этим. Единственное, вспоминается мне, конечно, священомученик Серафим Чичагов, такой удивительный человек, который был военным, принимал участие в военных кампаниях, а потом почувствовал, что вот мирская жизнь, ну, не дает пищи его душе. И после встречи со святым Иоанном Кронштадтским он решил всецело посвятить себя церкви. И когда он приехал в Дивеевский монастырь и встретился с Пашей Саровской, это была такая схемонахиня Пороскева, она известна как Пороскева Дивеевская еще, то она сказала, как же долго я тебя ждала. Она еще помнила преподобную Серафиму, еще уже прошло-то много десятилетий, она его помнила и говорит, что батюшка Серафим сказал, что когда вот ты появишься, то что бы ты передал государю, что пришло время для прославления преподобного Серафима Саровского? Ну, священномученик Серафим Чичагов, только-только-то его путь церковный начинался, он никакого доступа к царю не имел и даже не знал, как это физически было осуществить. Ну, он особо не рассуждал, ему сказали так. И тогда он прежде всего решил, по крайней мере, просто-напросто описать жизнь преподобного Серафима, описать историю Дивеевской обители, которую батюшка Серафим основал. И вот так вот появилась летопись Серафима Дивеевской обители. А потом действительно, вообще эта встреча была за семь лет до прославления преподобного Серафима, а потом действительно какими-то неисповедимыми судьбами Божьими состоялась его встреча с императором Николаем II. И даже другие высокопоставленные люди, и оберпрокуроры, и другие победоносцы и прочие, они удивлялись и говорили, ну вот, там вот этот Чичагов нашел какие-то пути и смог пролезть к императору непонятно как. И действительно, священномученик Серафим смог попасть к императору Николаю II, это такой очевидный факт. У них состоялась беседа, он преподнес свою книгу про преподобного Серафима, и начиная с этого момента император Николай II загорелся этой мыслью, прославить батюшку Серафима в лике святых, то, что казалось нереальным, потому что фактически не канонизировали в то время, очень жестко к этому относились. Но, видимо, действительно пришло такое время, когда прославление преподобного Серафима нужно было для православных христиан на Руси, поскольку приближались гонения, и нам нужен был еще такой молитвенный заступник, чтобы им его стало всем известно, и мы знали, к кому обращаться. Что касается священномученика Серафима, то был у него такой еще случай, когда ему в видении предстал сам преподобный Серафим Саровский. И я вот уже не помню детально, о чем он сказал, но сам священномученик Чичагов Серафим сказал, вот прошу тебя только об одном, чтобы мне быть там, где ты. И преподобный Серафим вроде бы ничего не отвечает, но одобрительно так вот смотрит на него. И потом видение закончилось. И в итоге что? Конечно, сам священномученик Серафим не вел тот вот высокоаскетический, подвижнический образ жизни, как преподобный Серафим. Нам всем это недостижимо, но он действительно попал в те обители небесные. Почему? Потому что Господь сподобил его мученической смерти. То есть Господь знает, кого-то вести путем преподобническим, а кого-то по пути мученика. Серафим Чичагов был расстрелян и впоследствии сам канонизирован. Вот такая удивительная судьба, точнее, целое переплетение судеб, святых людей. Преподобного Серафима Саровского, священномученика Серафима Чичагова, святого императора Николая II, который все вот участвует в истории Святой Руси. На этом мы завершим, братья и сестры. Наше-то дело — это всем сердцем молиться и обращаться к батюшке Серафиму, чтобы он помог и нам стяжать благодать Святого Духа. И, как он еще говорил, стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот дай Господь всем нам иметь мирное сердце и быть причастными Духу Святому. Аминь. С праздником!